Привет народ! Доброго времени суток дорогие друзья! Вы на канале Стас Полезный. В этом видео я бы хотел вам рассказать об одной очень интересной монетке, о которой сейчас кричат во все известные и неизвестные источники, новостные, ютюбы, телеграммы, сайты и все остальное. Эта монетка называется Тон Коэн. Тон Коэн. Его можно майнить на ведюках, его можно майнить на асиках, потому что он использует алгоритм SHA-256, если мне память не изменяет, а это именно так. Если нет, то поправьте меня в комментариях, дорогие друзья. И в этом видео я вам расскажу, как майнить его на HiveOS. На винде там все просто. Скачали Данила Майнер, зарегистрировали кошелек, ну там в принципе то же самое, что и на HiveOS. И запустили. Карты разогнали через автобернер и погнали, короче. Ладно, поехали, сейчас все покажу. Итак, дорогие друзья, у нас HiveOS. Вот наш HiveOS. Переходим в полетные листы нашей фермочки. Выбираем монетку Тон. Здесь выбираем кошелек. Вот в принципе я уже создал Тон. Кошелек зарегистрированный. Выбираем Wireless Tone Pool и Low Miner. Так, кошелечек. Рассказываю, как зарегистрировать нам. Переходим на сайт Тон. Вот адрес. Routon.org Переходим во вкладку Основные и переходим во вкладку Кошелечки. Также переходим на сайт Тон.Ап. В принципе с той же страницы можно сюда попасть. Здесь вот много всяких разных кошельков есть. Webton, Google Chrome плагин, Windows, Tone, Android, macOS и все прочее такое. Здесь также есть обменники, где можно Тон поменять. Вот он на криптоботе меняется. OneInch, OKEX, PancakeSwap и так далее. FTX. Кстати, FTX это одна из самых крупных бирж, которые держат Тон этот. Так, Тонкоин. Текущая цена на момент записи этого видео. 198 рублей 66 копеек. Вот его график у нас, ребятки. График, график, график. Так, здесь вот капитализация у нас на FTX. Вот как я говорил, тут хоть цена немного поменьше, но объемы тут самые большие. 31% объем на OKEX еще тоже 31.94. Кстати, на OKEX больше объем, чем на FTX. Ну да ладно, не суть. Итак, делаем наш кошелечек. Переходим в кошельки. Так, я сделал себе WebBallet. Так, нажимаем создать, записываем, запоминаем секретную фразу, которая появится. Берем адрес кошелька. Взяли этот адрес кошелька. Эту вкладку убираем, она нам больше не нужна. Далее, Tone Mining. Вот сюда переходим. Mining Tone. Стоп, извиняюсь. Mining Tone. Тут будет у нас инструкция. Переходим мы на сайт tonwaylis.com. Адрес вот он сфокусировался. Видите? Запоминаем его. В телеграме ищем вот этого бота. Wailies Pool Bot. Добавляем его себе и регистрируем в нем свой кошелек, который вы создали. Tone кошелек. Для того, чтобы отслеживать его на пуле. И с кошелька бота перекидывать монетки на кошелек Tone. Так, с кошельком разобрались. Вот здесь мы запускаем, добавляем кошелек, добавляем пул, добавляем лору-майнер. Нажимаем обновить. Все. С созданием кошелька Tone мы закончили. С созданием, вернее, полетного листа Tone мы с вами закончили. Далее. Кстати, Tone монетку можно использовать для дуал-майнинга. Для этого мы добавляем с вами монетку, допустим, Ethereum. Добавляем кошелек ETH. Binance Pool вот у меня есть. Выбираем Binance, да, допустим. Я на Binance майню. Так. Выбираем все локации. Все сервера, на которые мы будем майнить. Нажимаем применить. Выбираем майнер. Так. И будем мы майнить NB-майнером, да. Хотя нет. Соленый говорил, там что-то не работает вроде. Ну, я думаю, они добавят. NB-майнером, допустим, да. Вот так. Нажимаем обновить. Все. У нас появилась дуал-монетка для майнинга Tone плюс эфир. Но тут еще нужно будет нам с вами посмотреть по доходности. Скорее всего, будет 50-50, так сказать, 50 на 50. Потому что, насколько я знаю, тон на ядре работает, а эфириум работает на памяти. Но и то, и то, как бы, я не знаю. Короче, надо это все тестировать, надо проверять. В этом видео я вам всего лишь рассказываю, как нам запустить с вами майнинг Tone монетки. Кстати, по доходности я пробовал, запускал чисто Tone без эфириума, да. Вот так вот. Получается примерно, примерно то же самое, что и эфириум на моих ригах. У меня их всего два. Запускал я вот на этом. У меня здесь RX 6800 XT и еще одна 6800 XT и 3080. Так этот что-то у нас шары не дает, невалидные. Ну, да ладно, потом разберемся. 62 мегахеша. Кстати, вот RX 6800 XT дает 2800 гигахешей. Насколько я помню, по-моему, гигахешей, да, 2800. И вторая также 2800 дает при частоте 2000. Здесь 2000 у нас стоит. Я сейчас не буду все это сносить, показывать. Я просто говорю то, что я вчера пробовал, майнил. Вот. И потребление при этом было 150 ватт. Здесь было 150 ватт. Но это хейв показывает. На самом деле там где-то 170-180 ватт. Так, значит, 3080 карточка тоже у меня была задействована в майнинге Тона. И она показывала 3500 гигахешей. Вот с этих трех карточек у меня было 11,4, насколько я помню. 11,4 гигахеша. Я еще пробовал немножко разгонять. Но здесь ставил я, кстати, вот сейчас скажу, кому интересно. На 3080 плюс 200 ядро ставим здесь. Здесь мем убираем. Убираем по влимер. Можно 250 поставить. Но он, в принципе, 248 будет жрать, даже если будет 240 стоять. Не знаю, почему, с чем это связано. Вот. И в результате чего у нас получается что? Доходность выше, да, немного, чем у эфира получается. Там в день на 3 доллара я считал на калькуляторе. На 3 доллара в день больше. Но с учетом того, что это грязными на 3 доллара, а чистыми выходит где-то примерно все одно и то же. То есть, то же самое, что и майнинг эфириума. Поэтому я пока сделал для себя такой вывод небольшой, что смысла пока на тон переходить нет. Эфир майнится. Майнится хоть, да, награды уменьшились. И сложность сети увеличилась. И цена немножко подупала. Но все равно выходит одно и то же. Ну, что могу сказать по поводу тона, да. Тон можно сейчас накопать, пока сложность не такая высокая. Накопать и держать пока у себя его на кошельке. Главное, не потеряйте фразы свои, которые будете создавать. Вот. Держать его на кошельке и ждать, когда эфириум уйдет на поз. Тогда можно будет, в принципе, и переходить на него. На хэви все это просто. Запускаем полетный лист, да. Переходим в полетные листы. Мы и запускаем наш дион тон. Тон, вот он тон. Запускаем. Все, пошел майнить. Хотите, сейчас даже запущу. Но я думаю, у меня риг перезагрузится сейчас. Ладно, давайте ради эксперимента запущу тон. У меня сейчас риг встанет, скорее всего. Потому что здесь настройки неправильные стоят. Сейчас посмотрим, сколько он будет сейчас. Так, где у нас майнер? А, ну он, в принципе, сейчас запустится сам. Ничего делать не нужно. Все, вот у нас эфириум отключился. Сейчас запускается тон. Кстати, ВДД на 6800 XT надо ставить на 800. Потому что 670 это мало. Либо вообще убрать ВДД. Чтобы не улетало у нас перезагрузку наши карточки. Так, вот, смотрите, как я говорил. 3,5 без разгона. 3,5, 30,80, 2,400. Если сейчас чуть подразогнать карточки. Вот эти будут выдавать по 2,800, по 2,900 примерно. Ну, я думаю, не более. И это будет выдавать 30,80, 3,8. Ну, вот, в принципе, сейчас я верну обратно. Да, все, сейчас, наверное, скорее всего потухнет река у меня. Потому что настройки неправильные. Хотя нет, не тухнет, работает. Так, перезапускаем обратно. Я сейчас манера маню. Пусть манера у меня копается потихоньку. С эфириумом ничего страшного. Пусть потихонечку копается. Так, сейчас проверим. Так. Так что вот такие дела, ребят. То есть, если хотите, да, сейчас можете тон накопать. Недельку покопать его. И пусть он холдится пока. Вернемся на эфириум. А как будут тяжелые времена с эфириумом. Что наград совсем выгодно. Не будет его копать. И будем копать тон. Кстати, тон отлично на асиках копается. Вот сейчас многие мне пишут. Говорят, что на асиках прям вообще бомбовски копается. Если это видео было тебе полезно, ставь лайкос. Подписывайся на мой канал. Пиши свой крутейший комментарий. Ты красавчик, просто лучший. Всем пока, ребята.